Виталий Манский, режиссер, президент арт-дог-феста Рига, к нам присоединяется для того, чтобы обсудить эти темы. Виталий, здравствуйте. Вы уехали из России весной 2014-го, когда Россия начала процесс незаконной аннексии украинского Крыма. В одном из интервью вы сказали, что приняли решение об отъезде за 60 секунд. За это время вам предлагали вернуться в Российскую Федерацию? Нет, пожалуй, моя позиция была четкой, бескомпромиссной. Она была подтверждена целым рядом поступков, которые исключают возможность моего возвращения в Россию, принятия той парадигмы власти, которая в России господствует на сегодняшний день. Но я знаю, что другим моим коллегам, которые, может быть, менее были резки в своих оценках действия Кремля, так или иначе намекали о возможности их возвращения. Но, слава богу, никто из близких к мне людей на это не пошел. Сложнее на это не идти тем, кто остается в России. Но, когда я говорю сложнее, в этом определении нет никакой жалости по отношению, знаете, такого сочувствия, что, дескать, вот им тяжело, они вынуждены, их нужно понять. Нет, я не готов их понимать, я не считаю, что сделка со совестью имеет какие-либо оправдания. И уж тем более те, как я понимаю, способы давления на оставшихся в России деятелей культуры. А это, как правило, возможность работы, получения монетизации своей деятельности. Но это не в заложниках твой ребенок или еще что-нибудь такое. Это просто слабость, низость, ну и в конечном счете подлость. Вот как раз о тех, как вы сказали, кто остался, да, некоторые артисты в конечном итоге все-таки не поддерживали изначально войну. Но вот некоторые из них вот совсем недавно, ну что называется, переобулись, да, вот, например, тот же лидер группы «Звери» поехал выступать на Донбасс, хотя ранее выступал против войны. Диана Арбенина на концерте спела с женой российского военного. Актер Павел Деревянко там поддерживал и Зеленского, и Навального, но в конечном итоге тоже поехал на Донбасс. Все вот эти вот переобувания, все вот эти поступки, как вы считаете, это вот та самая вот сделка с совестью из-за безысходности, там, из-за давления или вот просто банально деньги? Ну, вы хотите, чтобы я как бы озвучил их аргументацию или что я по этому поводу? Ну, как, да, как вы считаете, почему вот именно так случилось, вот, что они поменяли свою точку зрения ради того, чтобы, ну, очевидно, да, работать, вот, как вы сказали, чтобы получать монетизацию, собственно, за свою деятельность? Ну, слабость, неуверенность в себе, очень, немало моих коллег, очень успешных и талантливых кинематографистов объясняют, почему они остаются в России, тем, что, дескать, ну, а кому мы там нужны, а что мы там будем делать. Но для меня это тоже не аргумент, потому что, в конце концов, если ты считаешь, что твое государство ведет преступную войну, то то, что ты будешь делать, не главное в момент принятия решения. Если, ну, знаете, так сказать, белая миграция, когда уезжала от красного, от большевиков, белые там офицеры шли работать, ну, я не знаю, таксистами, и ничего страшного не произошло. Они остались верны своим идеалам, своей присягой, своей совести. Я считаю, что ничего страшного, если там лидер группы «Зверь» пойдет мыть посуду в Нью-Йорке в ресторане, но мир не перевернется, но он сохранит свою совесть, если она у него есть. А если, так сказать, он на чашу весов своего успеха или продолжения своего успеха, продолжения своего заработка с такой легкостью выкладывает свое достоинство, ну, значит, его просто нет. Нет той цены, за которую можно купить человеческое достоинство. Ну, разве не так? Ну, я как бы тут... Нет, я с этим не совсем согласен, потому что я знаю и Галкина, еще лучше знаю Веру Полоскову. Они, конечно же, очень потеряли в аудитории, в заработке, колоссально потеряли. Но вот я недавно с Верой много общался на эту тему. Эта потеря не сопоставима с тем, что она сохранила. Галкин, ну, я не знаю, один его выход там на корпоратив, наверное, покрывает его месячную работу сейчас в других странах. Но при этом он сохранил свои какие-то, ну, так сказать, свои человеческие качества, и это ценнее. И нужно понимать, я думаю, что многие артисты, которые идут на сделку совестью, продолжая, кстати, обслуживать, ну, точнее, не продолжая, а идя на сделку совестью и начиная обслуживать кремлевскую идеологию, и принимая, и, так сказать, ну, как бы, принимая эту войну, признавая эту войну, ну, они, конечно, какие-то деньги в результате сохраняют. Но если они наивно полагают, что в деньгах счастье, ну, значит, они не деятели искусства, культуры, они ремесленники, для которых их кусок хлеба важнее их жизни. И потом, знаете, вот если говорить о сочувствии, я сейчас, наверное, впаду в такую, так сказать, опасную зону сравнения, но если девушка оказывается в компании незнакомых пьяных мужчин, которые уже начинают ее трогать за коленки, и она продолжает с ними сидеть и пытаться, так сказать, аргументировать как-то, чтобы она неминуемо будет, простите, так сказать, неминуемо надругаются. И эти люди, Дианы Арбенины и прочие, которые думают, что они могут, как бы, просто разрешить потрогать за коленки и на этом дело закончиться, глубоко ошибаются. Их поставят в известную позу и сделают с ними все, что положено в диктаторском государстве. Над ними будут глуметь до последнего. Да, я просто про то, что вот, если опять-таки возвращаться к Вере Полосковой, я на нее подписана в Инстаграме, и была на ее концертах в Киеве, она, да, она потеряла большое количество своей аудитории, но она продолжает ездить со своими выступлениями, это блестящее выступление, она поддерживает Украину, и она, в принципе, занимается тем, чем она занималась в России. Да, она потеряла там какое-то количество денег, какое-то количество аудитории, но на кусок хлеба себе и своим детям она заработать может своим творчеством, не мытьем посуды. Это дело, что для Веры это не вопрос потери своего, так сказать, части своего благополучия, может быть, даже большей части, потому что для нее, так сказать, человеческие качества, человеческие потери важнее, ценнее. Но для ее коллег других вот оказывается иначе, и мы это наблюдаем, и я повторюсь, что кто-то это наблюдает с сочувствием. Я знаю, в нашем кругу это обсуждается, так сказать, не публично, и кто-то говорит, ну да, вот на нее там надавили, ей, значит, отменили концерт, вот прямо уже вот она приехала, уже чуть ли не свет был установлен, и что ей делать, а как ей быть? Да никак, ну я не знаю, ну иди, ты действительно уедь из России, ну я не знаю, ну тот же Евгений Миронов, ну сядь ты на самолет, прилети в Алма-Ату и будешь тем же Мироновым. Ну зачем же тебе ехать в Мариуполь и там, значит, что-то такое рассказывать про то, что ты там будешь восстанавливать театр и прочее? Ну это как бы какая-то гнусность, но это сопряжено просто со слабостью и с наимным представлением о том, что ты вот совершишь одну подлость, и на этом ты остановишься, на этом никто не остановится, и власть не остановится. Она будет, она видит то, как бы сам идет ей на, так сказать, ну начинает ее обслуживать, к ним она, так сказать, там определенным образом относится, а вот она также видит тех, кто пытается промолчать, ну как бы пытается спрятаться в некую внутреннюю миграцию и продолжать как бы заниматься своим творчеством и в том числе зарабатывать деньги, но при этом отмалчиваться. Они вычленяют этих людей, если тем более эти люди им важны, как ньюсмейкеры, как публичные фигуры, которые имеют определенное влияние на общество. Они их вынимают, они их подлавливают, они им расставляют капканы, они их загоняют в тот тупик, в котором человек и проявляется. И мы видим эти проявления с, опять же, ну кто-то с сожалением, а у меня, повторюсь, у меня сожаления нет, потому что всегда можно сесть на самолет и улететь из России в третью страну. Как вы считаете, зачем сейчас российские власти решили возвращать вот этих уехавших артистов? Нет ли здесь определенной ловушки даже? Нет, ну конечно, в этой парадигме российская и советская власть действовала и ранее. Мы же знаем, как она завлекала белых иммигрантов возвращаться в Советскую Россию и чуть ли не с пароходов их отправляли в ГУЛАГ, где они погибали, и об этом много написано, и нон-фикшн, и фикшн. И в этом смысле российская и путинская власть прямой наследник сталинского диктаторского правления. У них единые методы, единые способы уничтожения человеческой личности. И им важно показать, что люди разочаровываются в западном образе жизни, что люди принимают, даже те, кто сомневался или отрицал, начинают отдумываться и принимать правоту кремлевской идеологии, правоту права Кремля на преступную войну. Но это, знаете, такое использование одноразовое, временное, ну, как известный предмет, который в аптеке продается. Ну, раз использовали, и все. Это не многоразового пользования. Они тоже это должны понимать. Если они готовы выполнять роль этого, так сказать, препарата, ну, пожалуйста, это право каждого. Насколько сейчас в России зачищено, цензурировано культурное пространство? Театр, музыка, кино. Насколько это все Россия и российская власть используют тоже как инструмент пропаганды? И какие перспективы в контексте этого всего у российской культуры, у российского кино, российской музыки, российского театра? Ну, на данном этапе происходит как бы такое становление цензурируемой, подконтрольной властью культуры. Возможно, лет через 10-15, не дай бог, если у этой власти будут эти 10-15 лет, может быть, и начнет появляться какое-то такое, ну, если говорить о кино или о драматургии, такое новое проявление изопового языка, вот этого поэтического кино. Ну, все это проходила и советская кинематография, например, с такой недосказанностью, с пигой в кармане. А пока это будет абсолютное обслуживание властной парадигмы. Скажем, я не очень сейчас слежу за российским кино-игровым, а вот документальное, ну, там в силу ряда обстоятельств, я очень хорошо знаю. Я посмотрел уже, получается, вот с начала войны, ну, где-то на полномасштабной войне, я имею в виду. Ну, фильмов 700-800 российских документальных. И могу сказать, что в этом огромном объеме картин война даже не как осуждение войны, а как факт присутствует, ну, наверное, может быть, в 7-8 фильмах. А так, чтобы... Это я говорю о авторах, которые живут в России, остались в России. Потому что те российские авторы, которые эмигрировали, они, конечно, говорят открыто, но обретя свободу, они, так сказать, являются свободными художниками, говоря честно, открыто о том, что думают, что видят, что чувствуют. А те, кто в России, они не хотят ни думать, ни чувствовать, и они все находятся, я так полагаю, по осознанном или неосознанном страхе. И вот повторюсь, что где-то из 700 картин, которые я посмотрел, 7 картин, которые хоть как-то заявляют факт существования войны, преступной войны своей страны, это, ну, мне кажется, это близко к арифметической погрешности. При том, что несколько картин из этих 7 сделаны, ну, даже, может быть, в поддержку. Ну, если не поддержку, то попытку осмысления войны, это уже поддержка. Виталий, спасибо вам, что нашли время к нам присоединиться. Виталий Манский, режиссер, президент арт-дог-феста Рига. Говорили о том, как нынешняя российская власть предлагает российским артистам, ранее не поддержавшим войну и покинувшим Россию, вернуться, но в обмен на то, чтобы поддержать преступную войну России против Украины. Продолжение следует...